Травма – не повод бросать спорт. Своим примером это доказывают ребята из секции по фехтованию на колясках. Три раза в неделю они собираются на тренировки, где отрабатывают приемы и элементы боя под руководством своей наставницы Ольги Беловой. Суть в том, чтобы изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Я глубоко убеждена, что средствами спорта это возможно сделать. В моей жизни появилась возможность произвести такой опыт, инклюзировать фехтование на колясках в современном пятиборе. Это как и с психологической точки зрения, так и вообще с общечеловеческой. Очень интересный опыт. Здесь на постоянной основе тренируется команда Московской области по современному пятиборью. И они являются нашим спаррингом. Мы являемся спаррингом для них. Эксперимент с совместными тренировками проходит на ура. Ребята на колясках занимаются бок о бок с теми, кто фехтует на ногах. Оказалось, свои плюсы в совместных тренировках находят и те, и другие. Это очень интересный опыт для меня, как для фехтовальщика, потому что здесь работают совершенно другие техники. Здесь нужна сила рук, здесь нужна ловкость и вообще умение думать, даже, наверное, больше, чем на дорожке, потому что у тебя нет возможности уйти ногами от атаки соперника. Тебе нужно его опережать. Взмах, выпад, укол. Увернуться от шпаги соперника, сидя в коляске, намного сложнее. Анастасия раньше занималась в полную силу. Выступала на соревнованиях, завоевывала награды. Затем травма, инвалидность. Пришлось искать компромиссы, чтобы не уходить из спорта. Фехтование на коляске – отличный выход из положения. Были большие истерики, когда запретили заниматься стоячим фехтованием. И Ольга Владимировна, мой тренер, предложила мне выход, пойти к ней тренироваться в коляске. Для меня лично это стимул какой-то в жизни остался. Фехтование – это не важно, на ногах ты или в коляске. Фехтование – оно одно. Занятия по фехтованию на колясках проходят в Химках, в специально оборудованном зале при Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Сегодня в тренировке принимали участие 15 спортсменов. Юлия Куштейко, Дмитрий Забродин, Служба новостей.